В Челябинске несколько десятков музеев на различную тематику, от истории родного края до истории моды. Но есть среди них и необычные экспонаты, которых вас удивят. В День музеев мы составили свой культурный маршрут по Челябинску. Давайте вместе по нему пройдемся. О музее железной дороги знает почти каждый челябинец. Из 34 экспонатов самый необычный вот этот вагон, словом, представительского класса. На таких же по России путешествовала и царская семья. Купе сделано из бука, а мебель обшита велюром. В вагоне был рабочий кабинет, салон для переговоров. В некоторых могли быть даже ванная и столовая. В салоне для переговоров обязательно был большой стол и уютный диван. А по интерьеру вагон не уступал царским покоям. Около десятка железных дорог имеют музеи подвижного состава. Среди таких дорог и наша магистраль. Экспонаты в музее подвижного состава расположены на двух путях. Пространство занимает примерно около 400 метров. А для любителей потрогать экспонаты в городе есть интерактивный музей-экспериментус. Как устроены химические реакции и понять законы физики можно опытным путем. Например, с помощью оксида марганца и перекиси водорода можно сделать дымовую завесу, как в голливудских блокбастерах. В музее более 100 интерактивных экспонатов и для Челябинска практически все они уникальны. Многие из экспонатов, они вообще уникальны даже по всей России. Например, рысочница для роботов. В ней собрано несколько видов интересных роботов, которыми можно самостоятельно управлять с помощью планшета. А еще здесь есть такой экспонат, который работает с помощью датчика LeapMotion. Он позволяет управлять компьютером рукой в воздухе. Но вот в этой игре нужно захватить кубик и посадить его на голову роботу. Но скажу сразу, задача не из легких. Еще одной особенностью этого музея является то, что каждый год здесь устраивают ночь в музее. И с 9 вечера и до 3 часов ночи. Каждый желающий может увидеть шоу и сам поэкспериментировать с химическими реагентами. О работе экстренных служб расскажет пожарно-техническая выставка. С помощью пеновоздушной установки ликвидировать пожар можно самостоятельно. По объему она больше, чем огнетушитель в 20 раз. Используют ее для того, чтобы потушить пожары в зданиях больших по площади. Например, таких, как завод. Много людей нашего города и даже области хотят побольше узнать о истории пожарной охраны, об МЧС и о том, как себя безопасить, как помочь другим себе в случае возгорания. Запись на данный момент у нас до июля месяца. То есть все расписано. А еще здесь покажут и расскажут, как работает система дымоудаления. Она самостоятельно выводит из квартиры дым через вентиляцию. Артур Ишпылатов, Антон Захаревич, ОТВ.